Джамала, спасибо вам за эксклюзивное интервью телеканалу RTVI. Спасибо вам. Песня, с которой вы будете представлять Украину на Евровидении, она достаточно сложная, эмоциональная. Это история, ваша боль о депортации крымских татар в 1944-м. Для вас это личная история? Абсолютно. Абсолютно точно. И я этого не скрываю и всегда об этом говорю, что я понимала, на что я себя обрекала, написав эту песню, выложив настолько личную, настолько семейную историю, что она может встретить противоречия кому-то, кому-то кажется, что это слишком, слишком уж жирно, простите, для Евровидения настолько искреннюю историю. Потому что конкурс этот привык к тому, что все покрыто блеском, лоском и легкомыслием. А тут вот такая вот история. Но мне кажется, что моя позиция как человека, прежде всего, творческого, музыканта, композитора, я всегда хочу наполнять свою жизнь каким-то смыслом. Потому что пустого слишком много вокруг нас, понимаете? Поэтому я очень рада, что у меня получилось на сегодняшний момент достучаться до сердец украинцев, в первую очередь, потому что они проголосовали за меня и сделали свой выбор, и хотят видеть меня именно от Украины на конкурсе Евровидения. И я очень этому рада. Что вы думаете о положении крымских татар сегодня в Украине? И следите ли вы за новостями? Да. За новостями, конечно, не уследишь, потому что они меняются каждый день и не в лучшую сторону. Поэтому я могу сказать, что положение крымских татар такое же нестабильное, как в целом и положение вообще людей, проживающих независимо от национальности в Крыму. Потому что новая власть, она, скажем так, противоречит себе очень сильно. Потому что вначале они говорили, что они не будут менять названия, те, которые были на крымск-татарском. А буквально неделю назад мне прислали, как просто срывают название Кучу-Кузей, это, собственно, мое родное село, и меняют его на какое-то другое. В общем-то, и это так я сейчас взяла просто, ну, самое что свежее, а вообще таких противоречий очень много. Говорили, что не будут запрещать встречаться, собираться крымским татарам в свои какие-то комьюнити, какие-то, да, молодежные какие-то организации. Сейчас больше пяти человек крымским татарам запрещено собираться. То есть это уже расценивается как митинг, но это, конечно, очень неприятно. И вся молодежь бежит из Крыма, вся молодежь едет кто-куда. Очень много переселенцев сейчас из Крыма в Киеве. Я с ними стараюсь встречаться, поддерживаю с ними отношения, приглашаю их на свои концерты. Вот, ну, как могу, насколько это возможно. И для меня это важно, потому что эмоциональное состояние и спокойствие крымчан в целом, это, ну, это мое спокойствие тоже. Потому что это моя родина, это там, где мои корни, это, знаете, это как в фильме «Аватар». Помните, они приходили все время к этому дереву Эйва и подключали. Вот это мое, это мое дерево Эйва. Подзарядка. Это абсолютно моя подзарядка. И когда меня отрывают от этого, я слабее. О депортации крымских татар в Украине знают многое. Эта тема широко освещается в СМИ. Как вы думаете, услышат и поймут ли ваши месседж европейцы? И хотят ли они вас понять? Я думаю, что хотят. Я думаю, что уже услышали очень многие. Я за эти две недели после полуфинала услышала столько приятных комментариев и внимания со стороны международных СМИ, что это, по-моему, вообще какой-то восторг. Я настолько почувствовала сопереживание, сочувствие вообще всей этой истории, моей боли. И это неправда, когда говорят, что Европе нужно зрелищ. И, в общем-то, чем легкомысленней и проще твоя песня, тем больше у тебя шансов на победу. Это все очень относительно, понимаете. Мне кажется, что в мире сейчас столько боли. И именно по национальному признаку, куда мы не пойдем, куда не пойдем. Везде люди, соседи не могут найти общий язык. Вот в какую сторону ни глянь. По всему земному шару. И мне кажется, вот этот месседж мой, который содержится в этой песне все-таки, о том, что если ты уважаешь свою семью, свою родословную, свою фамилию, свой род, свою страну, ты никогда не причинишь... По-настоящему уважаешь. Вот это очень важно понимать, потому что, ну, в общем, бывают разные варианты. Но если ты по-настоящему ценишь и любишь свою культуру, ты также уважительно будешь относиться к другим культурам. Я все всегда, как бы, оцениваю по своей, по себе, скажем так. Я всегда воспитывалась в семье. У меня мама армянка, папа крымский татарин. У мамы тоже с ее стороны есть там польские, украинские, русские корни. То есть, в общем-то, достаточно... Мы старались всегда толерантно относиться ко всем национальностям. У моей мамы и у папы очень много друзей живет в Израиле. У меня в команде очень много, ну, можно сказать, даже израильтян есть. То есть, понимаете, потом я общаюсь очень много с армянами, с азербайджанцами. У меня же сестра вышла замуж за турка и живет в Турции. Понимаете, это получается такой, ой, просто какой-то сумасшедший клубок... Многонациональных. Междунациональных вот этих вот связей, которые очень важны для меня. Я этим очень дорожу, что я всегда говорю, что я настолько стараюсь толерантно относиться и уважать другие национальности, другие культуры. Это вот просто мое воспитание. Всегда воспитывали в детстве, что нужно знать и уважать другую культуру. В Госдуме России уже выразили надежду, что вас не пустят на Евровидение с вашей песней, как это было с грузинами в 2009 году с песней о Путине. Есть ли у вас опасения, что может быть похожий исход событий? Ну, я, во-первых, не вижу ничего политического в этой песне. Конечно, никаких имен, никаких конкретных... Даже, простите, Абба пела про Наполеона. Что ж теперь делать? Французам надо было всем обидеться. Ну, то есть, понимаете, нет ничего конкретного, никакого адресата, скажем так, в этой песне, что могло бы обидеть, опять-таки, нынешнюю Россию. Там есть история. Да, это было частью истории, нашей общей истории, кстати. 1944 год, да, когда была депортация. У вас же есть еще одна история, песня о Крыме, «Шлях до дому» или по-русски «Путь домой». О чем эта история? О вашем возвращении в Крым или о возвращении Крыма в состав Украины? Я знайду, я знайду свой шлях до дому. Хочь важко будет идти, кресь погодивши меня в дому. Там будет затишно и светло, так и в долонях. Там сейчас уже все, понимаете, смели в одну кучу, все. На самом деле «Шлях до дому», «Артыны унутма», это второе название этой песни, она гораздо глубже, чем сейчас ее объясняют. Она о пути домой в философском смысле этого слова. О пути к своим корням, но когда ты уже осознал, да, откуда ты, самая важная сейчас, самая важная уже становится другая цель. «Зачем ты на этой земле? Ты занимаешься своим телом? Ты нужен этому миру вообще в целом?» И так далее. То есть вот эти все вопросы, они камни, стены, спогоды, это все слова, которые есть в этой песне, это больше, скажем так, даже в философском пути. Не так прямо, понимаете, как ее пытаются истолковать, что вот я иду до «Шлях до дому», это вот я вот пошла домой. Нет, это все гораздо сложнее. Это мой путь домой. Да, все прекрасно понимают, где мой дом, мой дом в Крыму. Но это мой путь к нахождению себя на этой земле и ощущение полной гармонии. Последний вопрос. Будете ли вы общаться с представителями России в Стокгольме или будете игнорировать их, возможно? Ой, собственно, это международный конкурс. Понятное дело, что там встречаются разные национальности, разные исполнители, поэтому там нельзя как-то нарушать эту гармонию. Все-таки мы должны оставаться конкурсантами. Да, каждый болеет за свою страну, каждый хочет победить. И это очевидно, потому что иначе нет смысла участвовать в конкурсе. Но нельзя перенужно сохранять вот этот вот нейтралитет. Все-таки именно на конкурсе, чтобы там не возникало никаких стрессовых ситуаций, потому что все мы за то, чтобы выступить на высшем уровне. Соответственно, любой стресс для артиста, слезы, расстройства, это все может помешать. Спасибо. Желаем вам удачи и победы. Мы общались с Джамалой, представительницей Украины на Евровидении 2016. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!